Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Киты вкладывают миллиарды долларов США в небиржевые ежедневные сделки на рынке, которые даже не появляются на биржах. Может ли это означать, что биткоин сильно недооценен? Я постараюсь ответить на этот вопрос в сегодняшнем видео. Поехали! Прежде всего, давайте посмотрим на текущую цену биткоина, так как на момент записи этого видео биткоин стоил чуть более 3800 долларов. Но 52 недели назад биткоин стоил около 3200, что означает, что биткоин за этот срок вырос на 15%. Однако биткоин упал почти на 81% по сравнению с его рекордным максимумом в декабре 2017 года. На самом деле, я думаю, что это хорошо для экосистемы биткоина и криптовалютного рынка в целом, потому что это избавило рынок от ненужного хайпа и от бесполезных ICO. Никто не хочет видеть завышенные цены, основанные на ажиотаже. А вот то, что мы хотим видеть, это однозначную корреляцию между ценами на активы и их фундаментальной ценностью. На мой взгляд, цена главной криптовалюты на данный момент уже ниже ее внутренней стоимости. У меня есть много причин, чтобы так думать, но в этом видео я остановлюсь только на одной. На данный момент ежедневные торги криптовалютой составляют около 22 миллиардов долларов в сутки. Однако это число не включает себя в небиржевой рынок. Так как небиржевой рынок больше похож на частный рынок, а такие популярные регулируемые биржи, как Coinbase или Binance, больше похожи на публичный, доступный любому человеку, крупные инвесторы предпочитают проводить свои сделки с биткоином вдали от глаз публики, поэтому закономерно предпочитают внебиржевой рынок. Так что это за внебиржевой рынок биткоинов? Внебиржевой рынок это когда инвесторы с глубокими карманами, такие как криптофонды, ранее пользователи криптовалют или люди с высоким уровнем благосостояния, покупают и продают биткоин непосредственно между собой, при этом никак не влияя на движение цен на биржах. Инвесторы, которые попадают в эту категорию, держат миллионы долларов в биткоинах и входят в так называемый список биткоин-богачей. В этот список входят люди с крупными активами и холдеры, которые удерживают на рынке суммы от 1 до 100 миллионов долларов в криптовалюте. Размеры криптовалютных сделок на внебиржевых торгах биткоинами, как правило, начинаются от 75 тысяч долларов, а заканчиваются миллионами. Например, одна из таких внебиржевых площадок, Генезис Трейдинг, обрабатывает за один день операции на сумму до 80 миллионов долларов, а месячный оборот только одной платформы Circle Trade превышает 4 миллиарда долларов. Если умножить это число на дюжину внебиржевых сделок между брокерами, которые в настоящее время обслуживают этот рынок, то нетрудно понять, что объемы таких транзакций могут превысить цифры, указанные выше. В отчете консалтинговой фирмы Tab Group сказано, что суточный объем внебиржевой торговли криптовалютой может превышать торговый оборот на биржах в 2-3 раза. Так влияет ли внебиржевой рынок на цену биткоина? Учитывая то, что сделки происходят вне биржи, прямого влияния на цену биткоина внебиржевой рынок не имеет. Особенно на ту цену, которую вы видите на биржах. Однако, если на внебиржевом рынке есть крупные покупатели или продавцы, если эта информация окажется доступной публике, то в конечном итоге это повлияет на цену на биржах, которая будет двигаться в попытке сократить разрыв между ценой на внебиржевом рынке и ценой на публичных биржах. Позвольте мне предоставить вам пример. У нас есть ранний пользователь биткоина, который хочет обналичить или продать некоторую часть своих битков, скажем 10 тысяч монет, которые стоят около 38 миллионов долларов, если считать по сегодняшнему курсу. Он просит более чем одного внебиржевого брокера найти подходящую цену для сделки. И случайно находятся инвесторы, которые активны как на внебиржевых рынках, так и на биржах. Косвенно просочившаяся информация о продаже крупной партии биткоинов приводит к снижению цены и на бирже, так как появляется множество продавцов и там. Это уже случилось в декабре 2017 и феврале 2018 года, когда MTGOX существенно повлиял на падение биткоина, распродав более 35 тысяч монет. Поэтому внебиржевой рынок является отличным источником информации для инвесторов, а также хорошим способом понять реальную стоимость биткоина. Можно утверждать, что реальная цена на биткоин находится именно вне биржи, где кросстрейдинг создает объемы в сотни миллионов долларов в сутки. Биткоины внебиржевой рынок становятся все более популярными, особенно в тех странах, население которых на самом деле не доверяет местным национальным валютам, потому что они стремительно теряют покупательную способность. Например, в Южной Америке. Давайте посмотрим на Перу. Здесь мы можем увидеть и новый рекордный максимум объема торговли биткоинами на площадке внебиржевых сделок localbitcoins.com. Сейчас он даже больше, чем в конце 2017 года, когда биткоин был на пике хайпа. И даже несмотря на падение цен на главную криптовалюту, объем все равно вырос. И вырос значительно. То же самое можно сказать и об Аргентине, Венесуэле, Чили и ряде других стран. Но что все это значит? Это значит, что мы видим высокий спрос на биткоин. Но в настоящее время этот спрос не отображается на публичном рынке. Когда публичный рынок соберет и переварит эту информацию, биткоин в очередной раз превзойдет его фундаментальную стоимость и будет раздут в цене. Если в этом случае мы увидим очередной пузырь, то скорее всего он будет меньше, чем в 2017 году. Но это не значит, что биткоин не достигнет своего нового максимума, потому что текущая фундаментальная стоимость намного выше, чем была 2 года назад. Теперь возникает вопрос, а как же внебиржевой рынок может повлиять на одобрение биткоин ETF? О котором, по-моему, все забыли. Интересный аспект внебиржевого рынка для криптовалюты, который еще не стал главной темой для обсуждения, это то, как растущий внебиржевой рынок может повлиять на одобрение биткоин ETF в будущем. Как сообщалось в прошлом году и в этом году уже тоже, основные причины решения SEC не утверждать какой-либо биткоин ETF, это возможные рыночные манипуляции, отсутствие адекватных соглашений и отсутствие традиционных средств обнаружения мошенничества и манипулирования. Ребята, есть такой термин «знай своего клиента». Он используется для регулирования финансовых институтов, бирж, букмекерских контор и прочих компаний, которые работают со средствами частных лиц. Его суть заключается в установлении личности контрагента перед проведением финансовой операции. Несмотря на требования этого принципа предоставления документации для участия во внебиржевом рынке, этот рынок все еще полностью не регулируется. Добавив к этому относительную анонимность такого рынка, можно сделать только неутешительный вывод. К примеру, инвесторы обращаются к небиржевым брокерам для выполнения значительных ордеров на продажу своих биткоинов. Если кто-то из этих инвесторов является участником и биржевого рынка, то он может использовать эту информацию для снижения цен на биткоин, чтобы потом купить его дешевле. Учитывая все это, можно предполагать, что внебиржевой рынок биткоина может стать очередным препятствием для принятия столь ожидаемого биткоин ETF. На этом у меня все. Дайте мне знать, что вы, ребята, думаете о внебиржевом рынке биткоина, как он может повлиять на его курс и побьет ли биткоин новые рекорды. А меня зовут Ди, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатеете. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok